Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья и товарищи! Сегодня я бы хотел поговорить с вами на достаточно интересную, дискуссионную и противоречивую тему. А именно, национал, большевизм, штрассеризм и бургундская система. Что это такое, как понимать и каковы же были последствия и предпосылки, а также представители данных сторон? Давайте же порассуждаем. Как обычно, в моем повествовании будут исторические факты и предпосылки. Поэтому давайте же не будем тянуть ни минуты свободного времени и начнем рассуждать. Вообще, перед началом данного видеоролика скажу, что хотел бы разобрать каждую идеологию, идеологическую линию по отдельности. И провести некий критический анализ, ну или может какую-нибудь определенную связь, если она будет иметься среди каких-нибудь определенных идеологий. Поэтому давайте же начнем наше рассуждение. Вообще, что такое национал-большевизм? И начнем мы с него. Национал-большевизм это, естественно, политическая идеология. Левая авторитарная. Авторитарное течение. Логично, потому что, ну, не либертарно. Это сразу видно. Вообще, люди, которые развивали данную идеологию в нашей стране, да и в принципе, национал-большевизм сейчас в наше время и является центром только в России по факту. Люди, которые развивали данную идеологическую концепцию, это Эдуард Лимонов, всем известный, Дугин, а также в музыкальном плане пропагандировали данные Егор Летов. То, что раскол коммунистов, это вообще смешно. Проиграли мы такое ощущение. То есть я вот поддерживаю точку зрения Зиновьева. Он считает, что все, что было, как бы сказать, в нашей истории цивилизации русской, да, или советской, я больше считаю, что... То есть у меня имперский подход. Я считаю, что национализма есть два. Один национализм, это по нации, там, такой гитлеровский, фашистский, баркашовский дурной. И национализм по территории. То есть я считаю, что... Я вот советский националист, я считаю, что все народы, которые живут на территории, так сказать, СССР, это мой народ. То есть это один такой великий народ, так сказать, общий, так сказать, и грузины, и армяне, там, вообще все, да. Ну, Чечены, конечно, в голове хочется почесать, но вот остальные как-то это... В общем... И Курехин. Мухоморы как аналог того самого мексиканского гриба и той самой лофофоры Вильямси. Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухоморы. Последние едва являются, естественно, музыкантами. Егор Летов опирался в учения о ситуационизме, а Курехин был сторонником авангардизма. Что неудивительно в 90-е годы, так как именно тогда, в принципе, и были развиты некие определенного рода направления разные. У этого есть как плюсы, так и минусы. Потому что в 90-е годы были распространены некие секты, сообщества, которые, в принципе, вымогали деньги и так далее. Но это другая история, которая с национал-большевизмом пока что, да и в принципе, не связана. Вот. Поэтому давайте же продолжим наше рассуждение. Вообще, за что выступают национал-большевики? Я дискутировал с некоторыми сторонниками данной идеи. Одни мне говорят только о сильном государстве, которым следует ограничиться, и гибкой партией. А другие мне говорят о национал-коммунизме. Точнее, что сильное государство станет почвой для национал-коммунизма. Национал-коммунизм это тоже политическая идеология, которая выступает за сохранение культурных и, так сказать, национальных идентичностей. Потому что коммунизм как формат сообщественная. И старые традиции и обычаи, естественно, стирает. Что неудивительно. При этом, несмотря на то, что у них есть у разных сторон разногласия, есть общие методы для решения определенных проблем. Ну и, в принципе, решения для создания данной интересной концепции. Поэтому давайте же их разберем. Вообще, как я говорил выше, национал-большевики выступают за сохранение и создание сильного государства. А также за то, чтобы оно было едино. Так сказать, за иродентизм. Помимо всего прочего, национал-большевики хотят за счет сильного государства устроить в стране прямую демократию. Лично у меня здесь возникает диссонанс некий. Но все же давайте рассуждать далее. По мнению национал-большевиков, сильное государство должно вмешиваться не внутри страны, а во внешней политике. И дать почву для прямой демократии. В принципе, данные многие критикуют за то, что, в принципе, есть и сильное государство с партией и прямая демократия. Как бы у некоторых людей, и у меня в голове есть некоторые несостыковочки с этим, что, в принципе, логично, потому что прямая демократия может, так сказать, рухнуть под натиском именно государства, что неудивительно. Но национал-большевики выступают за демократический централизм и также за создание советов на местах. Сейчас в наше время советов на местах нет. И как бы национал-большевики оперируют именно этим. Вот. Помимо всего прочего, с идеей сильного государства также появляется идея и, в принципе, культурного национализма. То есть, не национализма в кровном плане, а культурного. То есть, национал-большевики борются именно за сохранение русской культуры. В плане подрусской они имеют в виду культуру разных народов, проживающих на территории России. Как в западной части России, в западноевропейской, так и, например, в Сибири. Вот. И не важно какой ты национальности, главное, чтобы ты поддерживал именно российскую культуру. Потому что Россия занимает огромное количество территорий по сравнению вообще с другими странами. По факту треть от всего мира. И у нее, так сказать, пропадает вот эта национальная идентичность. Точнее, в культурном плане идентичность. Поэтому ее надо развивать. Потому что, по мнению национал-большевиков, Россия это отдельная цивилизация. Интересное такое некое представление, но все же. Помимо всего прочего, также национал-большевики выступают за третий путь и евразийство. И не зря здесь у нас имеется Дугин. Идеи национал-большевизма были популярны в России еще до 90-х годов. А именно еще во времена гражданской войны в России. В частности, на Украине и Белоруссии. Интересно, что в Украине вообще бушевали разные течения и движения. От большевиков до простых революционно настроенных матросов. До анархистов. Также, с другой стороны, это были Петлюровцы, Украинская Центральная Рада и так далее. Гетманщина, Австро-Венгерская интервенция, немцы. В общем, там страсти, конечно, бушевали. И национал-большевики решили туда тоже вписаться. Правда, после гражданской войны в России как-то национал-большевистские настроения упали. И вообще, в принципе, чуть-чуть оукались только на идеи построения коммунизма и социализма в отдельно взятой стране. Но и то не так сильно. Но в 90-е годы, конечно, данную идеологию течения поддержали многие. И в России это всколыхнулось. И не зря теперь Россия является центром национал-большевистского движения. Потом создается пара ТНБП, а затем она запрещена как экстремистская партия. Вот такие вот дела. При этом, что самое интересное, говоря в начале о том, что национал-большевизм развивали Дугин, Лимонов и Летов, была в 1994 году целая пресс-конференция, на которой эти же самые люди и присутствовали, кому интересно. Кстати, советую посмотреть. Просто вот необычно, что вот сидит известный музыкант, да, и, в принципе, вот философ и политик, поэт. В общем, просто советую посмотреть. При этом в разных странах национал-большевизм тоже популярен. И каждый подстраивает иногда эту идеологию под себя. Кто-то подстраивает ее в традиционалистском плане, есть такие люди за бугром. А кто-то, в принципе, как и в России, делает упор на диалектический материализм и на Гегеля. И национал-большевики считают, что Гегель является отцом материализма. В плане именно того, что диалектика – это борьба противоположностей. И этот антагонизм двигает нас. Ну, это понятно, в общем, всем известно. Говоря о партии, ряд национал-большевиков считает, что партия не должна быть, как в Советском Союзе. В плане того, что она должна быть и более гибкой, а не такой сакральной, как при Сталине. Хотя национал-большевики идеализируют сталинизм. И тут, как бы, возникает ряд вопросов, как это сделать, как разрабатывать. И ряд, например, таких людей, как Лимонов, создавали определенного рода статьи по этой теме, по тому, как достигнуть именно такого результата и так далее. Вообще, я считаю, что я изложил большую часть и большую суть о национал-большевизме. Давайте же теперь перейдем к некой критике и противоречивым моментам, которые имеются в данной идеологии. Вообще, заходя с вопросом о прямой демократии и с вопросом о так же сильном государстве, у меня возникает один вопрос. А разве сильное государство не задавит прямую демократию? Ну, если ей захочется. Ну, или если народ начнет думать иначе, например. Захочет что-то изменить и сделать что-то другое. Что, например, партии может не понравиться. Как бы тут уже есть какие-то определенного рода противоречия, безусловно. Я бы хотел привести достаточно, может, не совсем хороший пример, но приведу. Потому что, когда, например, в Российской империи при Николае Втором создавалась Госдума, вообще за Госдуму все выполнял сам Николай Второй и Государственный Совет. И, в принципе, Госдума была не нужна как таковая. Но все же люди что-то делали и решали. И когда Николай Второму просто вот... Сначала он просто ее запретил, а второй раз, когда люди что-то стали решать... Ну, как решать? Просто людям уже в Госдуме просто захотелось взять на себя власть. Потому что там были либерально и консервативно настроенные вот личности. А если и левые, то, скорее, социал-демократы прям вообще умереннейшие. И Николай Второй просто взял и как бы закрыл Госдуму. Несколько раз он это делал, и толку не было. Вот в чем дело. Потому что я считаю, что в сильном государстве прямая демократия это что-то вроде как, не знаю, у государства Платона некая утопия. Вот серьезно, если так подумать. Чтобы это работало прям как, не знаю, швейцарские часы, это придется постараться прямо. Лично для меня это немножечко противоречиво. Ведь можно устраивать прямую демократию и без государства, в принципе. На основе коммун. Хотя и то она в таком случае будет представительной. Если мы берем каких-то представителей из коммуны. Да. Но это немножечко другая история. Также с идеей жесткой партии, но гибкой. Конечно, я понимаю, что следует избегать того, что было тогда. Учиться на старых ошибках. Но лично я считаю, что опять-таки, если вы даете свободу людям, прямую демократию, прям настоящую прямую демократию, то зачем в таком случае партия как орган. Орган как, ну, именно представительный. Да и в принципе централизация капитала разрывает народ и партию. Поэтому народ лишается своей, так скажем, самоорганизации и самоуправления. Вот, в общем, самый основной и главный минус. Да и в принципе, определенного рода учредительные собрания разъединяют, в принципе, народные массы и настраивают их против друга. Против друг друга. Что неудивительно. Вот. И как бы, в принципе, у меня свое видение мира. У кого-то другое, безусловно. Но просто это как факт, который имеется. Но интересная идея, конечно, с сохранением идентичности именно русской. Это интересно, конечно, безусловно. В принципе, интересно развитие всего этого. Потому что, как бы, сейчас упорно это делают немногие. А если и делают, то скорее не совсем хорошие, я бы так выразился. Но все же, тут у каждого своя точка зрения. Я высказал свое. Да. Давайте же теперь перейдем к штрассиризму. Да, потому что данная идеология тоже прогремела в 20-е годы. И неудивительно. Поэтому давайте же порассуждаем на тему штрассиризма. Штрассиризм это тоже идеология с упором на национализм. На паневропейский национализм и также на национал-социализм того времени, что неудивительно. Потому что, как мы с вами помним, Гитлер хотел устроить переворот. Но он был неудачный. В 20-е годы он сел в тюрьму. При этом, кстати, рейтинг Гитлера на политической арене после того, как он отсидел в тюрьме, не упал, а даже повысился. И это ему помогло, кстати, победить на выборах в Рейхстаге. Ну, точнее, там, как победить на выборах? Там был поджог Рейхстага, и после чего, в принципе, Гитлер взял власть. И, получается, стер оппозицию в лице левых, как, например, Эрнста Тельмана, который баллотировался несколько раз в Рейхст-президенты. И, в принципе, вот Эрнст Тельман мог бы изменить историю Германии колоссально. Можно было бы избежать Второй мировой войны и, в принципе, таких колоссальных жертв. Хотя, возможно, у власти Тельмана были бы тоже минусы. Это, безусловно, в любой власти, у любого исторического деятеля есть минусы, потому что это история. Но, в общем, давайте же рассуждать далее. Значит, когда Гитлер сидел в тюрьме, приходилось кому-то развивать национал-социалистические идеалы и интересы. И развивались они, в частности, на севере Германии. И братья Штрассер, Отто и Грегор начали развивать их. И развивали они их под пролетарскими лозунгами и рабочими лозунгами, что интересно, под лозунгами от иго-капитала и финансов. Да. При этом идеология Штрассеризма не упирается в коммунизм. Это идеология, которая выступает как против капитализма, так и против коммунизма. Здесь она, кстати, в принципе, была оппозиционной по сравнению с национал-социализмом Гитлера на самом деле. Потому что Гитлер как-то не особо плохо и высказывался в капитализме. А то, что у него в названии национал-социализм есть этот термин, ничего не значит. Серьезно. Потому что при Гитлере развивались монополии, частный бизнес и, в принципе, была жесткая централизация капитала. Что на что-то левое вообще в плане этого не тянет ни разу. Как и в Штрассеризме, то же самое, причем-таки. Штрассеризм, как я говорил, выступает за паневропейский национализм, а также за некий аналог немецкого социализма. Типа социализма, начнем с этого. Потому что, во-первых, задачей именно Штрассеризма не совсем и является построение коммунизма. Хотя, кстати, если посмотреть на манифест коммунистической партии Карла Маркса, то там он описывает немецкий социализм как реакционное течение. Поэтому здесь следует задуматься. Такой же, как и консервативный социализм и так далее. Причем-таки сами сторонники Штрассеризма пропагандируют консервативную революцию. Здесь они являются прям ярыми реакционерами. И это видно. При этом, когда Гитлер вышел из тюрьмы и стал развивать идеи национал-социализма, Отто и Грегор Штрассер написали ряд статей, напоминающих манифест в честь паневропейской федерации с развитием Штрассеризма. Гитлер вначале принял идею, но потом подумал, что что-то здесь не так. Да и сами, в принципе, Отто и Грегор стали осуждать политику Гитлера за то, что она капиталистическая и, в принципе, не является настоящим национал-социализмом. Поэтому Отто и Грегор основывают свою подпольную организацию против именно политики Гитлера и, в принципе, его окружения из СС. И затем появляется лозунг «Социалисты уходят им из Энсда». И затем Отто Штрассер уезжает, эмигрирует в Чехословакию, где там основывает отряд сопротивления против национал-социализма Гитлера. А Грегор остается в Германии и как бы относится к власти Гитлера более лояльно. Но в 1934 году расстрелян. Неудивительно, потому что уже тогда Гитлер встал у власти. И начал истреблять свою оппозицию. Когда был ряд операций по именно расстрелу неверных и эмиграции неверных и так далее. Когда сели в тюрьму многие известные умы того времени в Германии. Философы, левые, в принципе, там сели и анархисты. Также Тельмана поймали и арестовали. Правда, Тельмана, в конце концов, только в 40-е годы расстреляли. Ну и так далее, в общем, и тому подобное. Отто Штрастер в свое время проводит политику по сопротивлению. И проводит ее достаточно долго, эмигрируя из Китая, так скажем. А после, так сказать, поражения нацистской Германии во Второй мировой войне, Отто Штрастер переезжает обратно в Германию, где продолжает свою политику. Правда, уже не такую радикальную. И, так скажем, о нем уже не так сильно и часто говорят на самом деле. При этом, какое же наследие сам по себе оставил Штрастеризм? В каких странах, так сказать, эта идея аукнулась, грубо говоря? Вообще, безусловно, в Германии, опять-таки. И вообще в Западной Европе, где стали вспоминать о Штрастеризме. В 70-е годы, в частности. Когда стали вспоминать о каких-то идеях Штрастеризма. Да и, в принципе, даже ряд либористских партий перешел на сторону Штрастеризма. Что тоже противоречиво и странно, но все же. Помимо всего прочего, также выходили определенного рода газеты и так далее. При этом Штрастеризм получил свое развитие на почве, так сказать, послевоенного неонацизма. И на почве определенной деноцификации того времени. После того, как истреблялась нацистская культура и создавалось что-то новое. Хотя, в 70-е годы в Германии более конкуренцию скорее играла именно фракция Красной Армии. Которая набирала популярность в ФРГ. Когда ты живешь в обществе потребления, ты видишь объективные минусы. Например, Бадриар говорил о том, что люди в обществе потребления это как древние племена. Они надеются на то, что там будет капать дождь, ждут. Правда, люди нашего времени ждут, когда им будет капать товар. Товар, логотип и так далее. Ну, правда, в те времена не было такого упора прям сильного. Но рекламы и так далее были. И в ФРГ вообще развивалось это общество потребления, в отличие от ГДР. Хотя в ГДР были немножечко другие осложнения на самом деле. Но в ФРГ падал уровень ВВП. Хотя ниже он был у нового государства Португалии. И это вообще низкий показатель ВВП. Это самое страшное, в принципе. Нет развития не промышленности, а безработица растет. Ну, что это такое? Вот. Давайте же рассуждать, в общем, далее. В Германии штрассеризм аукнулся, так скажем. Но также развитие своего штрассеризма получил и в рабочем движении. В Соединенных Штатах не такое сильное, скорее более партийное. Но все же. Помимо всего прочего, также в Великобритании и в России тоже есть штрассеризм. Аукнулись, но не сильно. Не сильно, ни в коем мере. Но все же есть люди, последователи данной идеологии, что интересно. Правда, скорее это люди, которые просто осуждают капитализм. Из-за боли какие-то радикальные прям вообще меры. Да, но коммунистами их называть будет сложно на самом деле. В принципе, давайте же перейдем к критике. К критике штрассеризма. Что мне лично не нравится в данной концепции. Давайте же продолжим. Начнем с того самого объективного, что штрассеризм выступает за национал-социализм как таковой. Мне лично эти идеи чужды на самом деле. Я не особо понимаю идеи национал-социализма. Зачем? И так далее. Пан-европейский национализм и, в принципе, пан-европейский культурный национализм мне тоже не особо ясен. И, в принципе, идеология штрассеризма для меня размыта. Несмотря на то, что это некий аналог третьего пути. А мы с вами прекрасно понимаем, что третий путь это не только фашистская политика. Это также и левая политика, как третий путь. Потому что люди и сторонники третьего пути выступают не за то, не за другое, а за третье, естественно. Например, это могут быть левые, которые выступают против, например, каких-нибудь консервативных социалистов и, допустим, капитализма. И выступают за советами на местах, за коммуны и так далее. Они же не фашисты. В Рожаве, например, в сирийском Курдистане третий путь, хотя они не фашисты и так далее. Это то же самое, что сказать, что политика это фашистское направление. Но политика это же не фашистское направление, безусловно. В политике также есть и левые, и центристы и так далее. Так что зачем говорить, что третий путь это политика только фашистская? Незачем. Ну и, в принципе, я не особо понимаю, опять-таки, идеологию штрассиризма в том, что они выступают как против капитализма, так и коммунизма. Зачем, не понимаю, опять-таки. И, в принципе, для меня эта идеология очень чужда. И в России, я считаю, как что-то новое, как некий какой-то апогей чего-либо, я считаю, не нужен. Дело в этом. Вот. Я думаю, что у меня получилось разобрать штрассиризм, национал-большевизм, поэтому давайте же перейдем к бургундской системе. Когда, кто и так далее. Каковы основные цели? Начнем с этого. Вообще, если мы берем национал-социализм Гитлера, то от него отпочковался штрассиризм, как отдельное вообще движение и течение. Так же и бургундская система, которая зародилась чуть-чуть попозже, но все же. Вообще, у истоков именно бургундской системы или бургундизма, или эзотерического нацизма, стоит Генрих Гиммлер и его коллеги из СС. Вообще, бургундская система или бургундизм, это деструктивная идеология с упором на национал-социализм того времени, что неудивительно. Гиммлер, это человек, который был не последним лицом и, в принципе, был основоположник Холокоста, а мы с вами знаем, что такое Холокост. И этот человек повлиял, конечно, на бургундскую систему, правда, это скорее не положительное качество, это точно. Вообще, за что выступают сторонники бургундской системы? Генрих Гиммлер осуждал Гитлера за меньшую радикальность и жестокость, потому что именно это стало причиной и станет причиной, по мнению Генриха Гиммлера, крахом для национал-социализма в Германии. Нужны спартанские условия для всех и каждого, да и помимо всего прочего, нужны ярые репрессии в сторону тех, кто не является сторонником арийской расы, или на сторону тех, кто не подходит под концепцию арийской расы, естественно. И, в принципе, Генрих Гиммлер не отрицает, что можно устроить ядерную войну или испепелить большую часть треть мира ядерной войной, дабы, чтобы истребить всех тех, кто не белый, так скажем, и не подходит под концепции национал-социализма. Это делается по Генриху Гиммлеру для того, чтобы белая раса заново заселила всю планету Земля. Звучит, как какая-то антиутопия и что-то некое фантастическое в отрицательном плане. И это очень странно на самом деле лично для меня. И тут это понятно, потому что и не зря это называется эзотерическим нацизмом, потому что здесь надо только в это верить, что очень странно. По той простой причине, что и здесь есть прям самый жирный, объективный минус, который Генрих Гиммлер, как обычно, не учел. Ну, если учитывать вообще, во что опираются национал-социалисты Германии того времени, в принципе, понятно, что почему такие большие пробелы, не знаю, в знаниях, в знаниях антропологии и так далее. Конечно, в 40-е годы прошлого столетия антропология не развивалась. И, в принципе, учитывая периферийность в Германии, в принципе, неудивительно, почему людям было как бы все равно. Ну, части, естественно, части. Но все же, давайте же расскажу об этом минусе. Представим себе ситуацию. Белая раса берет и заселяет всю планету Земля. Белая, проживая долгое количество времени. А откуда появляются расы? У меня вопрос. Что такое эволюция? Эволюция – это приспособление какого-то индивида или популяции к определенным условиям. И под этими же условиями определенная популяция или существо меняется в умственном и морфологическом плане. В умственном, конечно, не так сильно, если это, конечно, не уход в деградацию и не в упрощении каких-то морфологических признаков. Но если это идет усложнение и движение вперед, как, например, с человеком, то в умственном плане развивается он во всем вообще, в принципе. И в морфологическом плане тоже зависит от именно окружающей среды. Поэтому у людей в теплых странах темная кожа, потому что темная кожа помогает не получить ожоги. А, например, люди на севере белые, там нет огромного обилия солнца. А люди, допустим, в других каких-то областях, регионах имеют определенные различия и так далее. Плюс-таки это является одним из средств продукта мутации и так далее. Но здесь нет ничего плохого. Даже если какие-нибудь национал-социалисты будут что-то сейчас осуждать. Хотя откуда у нас национал-социалисты прямо ярые и ортодоксальные тоже. Потому что даже если говорить о мутации, как это плохо, что очень странно, то можно взять голубоглазых людей. Голубой глаз это тоже мутация, которая распространилась. Раньше были карии глаза. Поэтому по логике арийцы не идеальны на самом деле. Но как бы Гитлер об этом не знал. Да и Гиммлер об этом не знал. В принципе, нет, не бывает такого, чтобы одна нация раса была умнее другой. Никогда не было и не будет. В умственном плане мы все равны. Различаемся мы лишь в морфологическом плане. Мы одно единое существо, единый род. И мы не можем никак различаться в умственном плане. Возможно, можем отличаться в умственном плане только кто-то гуманитарий или математик. Или кто-то прочитал больше книг, а кто-то меньше. Но по факту мы не так сильно это и различаемся. У нас у всех почти идентичный уровень именно разума и IQ, как хотите выражайтесь. Хотя, опять-таки, тесты IQ, они ложные. Если так посмотреть. Потому что кто-то к этим тестам IQ готовился, да и проходят тесты IQ те, кто их создает. А кто-то, например, может хорошо выживать в лесу. И это тоже признак высокого интеллекта. Интеллект проявляется по-разному. Не только в тестах IQ. Об этом говорят все это. И Станислав Дробышевский. И многие другие. Сравнивались индейцы от Апаски, которые там охотники на Карибу, да, и жители городов белые. У индейцев IQ ниже. Ну, собственно, о чем это говорит? Это говорит о том, что индейцы охотники на Карибу, а эти жители городов. И тест IQ создавали жители городов. И что характерно, самые высокие IQ получают создатели теста. То есть, по сути дела, тест отражает близость проверяемого к проверяющему. Если бы тест IQ создавали индейцы Карибу по своим каким-то там параметрам, да, как надо охотиться на Карибу, я думаю, оксфордские профессора оказались бы полными даунами. Дебилами. Те бы над ними угорали, индейцы говорили, что за бред. Итак, бургундская система выступает за спартанские условия, за жесткие условия, за ужесточение национал-социализма, который не ужесточил Гитлер. Хотя, если посмотреть на количество концлагерей и мучений, страшно подумать, что это за повышенная жестокость такая по Гиммлеру. Господи. Вот. И также, в принципе, Гиммлер выступает за истребление всех остальных раз, кроме белой. Дабы белая заселила все. Хотя, опять-таки, если даже и покрыть мир ядерным огнем, исчезнут большая часть промышленных центров. То есть, белая раса останется без ничего. И, скорее всего, будет обречена на вымирание из-за малого количества ресурсов. Вот такой вот Гиммлер. Сам себе палки в колеса буквально. Я разобрал национал-большевизм, штрассиризм и бургундскую систему. И даже провел такую долгую критику бургундской системы. И надеюсь, что вам, мои дорогие зрители, понравилось. Если у вас есть вопросы или критика, обязательно пишите в комментариях. Я всегда читаю и отвечаю на вопросы или предложения и так далее. Также, в принципе, публикации есть в Дзен-канале, ВК, Телеграм-канале, который часто работает, и где больше всего постов. Вот. Ну, а на этой ноте я бы хотел с вами попрощаться. Я желаю вам удачи, здоровья и до скорых встреч. Всем пока! БЕСТ!